Пришло время подвести итоги двухмесячного позорного марафона, устроенного уходящим президентом Трампом. Стоит начать несколько издалека. Четыре года президентства Трампа можно назвать беспрецедентно провальными. Какое-то время назад плотный град критики доставался другому президенту-республиканцу Джорджу Бушу-младшему за развязанную им войну в Ираке и Афганистане. И в общем-то эта критика была обоснованной, но именно сегодня возникло мощное оправдание тому, что он делал. На самом деле тогда Америке был брошен вызов, но поскольку он был гибридного свойства, то конкретно определить то место, куда должна быть приложена ответная сила, было невозможно. По сути, военные действия были развернуты в странах предполагаемого пребывания Усамы Бен Ладена. И в общем у обеих стран было время для того, чтобы мобилизовать свои ресурсы и выдать штатам террористов. Поскольку этого сделано не было, то США посчитали совокупность этих факторов классическим казус-белли. Сейчас можно сколько угодно спорить о том, стоило ли это делать, но оставив тот масштабный теракт без ответа, США показали бы, что такое может сойти с рук и авторитет страны упал бы до мусорного уровня. То есть Буш не мог не ответить, причем сделать это так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что Вашингтон может проглотить подобное. Да, Буш взял на себя всю критику и возможно его и дальше будут пинать за это. Но уходя со своего поста, он оставил Америку с безусловно высочайшим авторитетом и, условно говоря, с нерастоптанным американским флагом. И между прочим, несколько жестких выступлений, в том числе и сегодняшнее, было как раз и сконцентрировано вокруг ценности авторитета страны и недопустимости его обрушения. Его речи были самыми резкими и однозначными, и если говорить о живых носителях республиканского духа, то это именно Буш, но никак не Трамп. И те, кто считают себя республиканцами, должны были спокойно послушать или почитать сказанное Бушем, а потом просто подумать о том, почему он говорит вещи, прямо противоположные тем, что несет Трамп. Ну а те, кто считают себя потомственными республиканцами, могли бы еще вспомнить Рональда Рейгана и представить его, вытворяющего то, что творит Трамп. Просто взять и состыковать Трампа с республиканским духом времен Буша и Рейгана и посмотреть, как отличается былое республиканство от того, что сделал пока еще действующий президент в своем вареве из мелко нарезанных портянок, ушанок и матрешек. Если это не дно позора, то где оно вообще? Так вот, сейчас можно определенно говорить о том, что Трамп втоптал в грязь не только флаг США, но и то, что он всегда символизировал – свободу и демократию. Авторитет США в мире оказался в такой нижней точке, что если бы кто-то не имел возможности получать новости 4 года и сейчас почитал мировую прессу, то просто не поверил бы своим глазам. Трампу почти удалось разрушить все союзнические связи со странами, которые десятилетиями выступали единым фронтом. Это касается как европейских, так и азиатских союзников. Более того, если посмотреть на перечень тех, кого Трамп публично называл другом или хорошим парнем, то окажется, что у него явно преобладают предпочтения к авторитарным и обязательно несменяемым лидерам типа Путина и Си Цзиньпина. И это при том, что те ведут открытую антиамериканскую риторику. Зарубежная пресса характеризует действующего президента США как хаотичного, непоследовательного и непредсказуемого. В общем, там не могут написать одним словом, как называют подобных людей, а потому используют вот такие длинные конструкции. Будь это простой человек, без регалий и прочего, его бы просто назвали дураком. Но это не тот случай. Все же президент и не какого-то берега слонячего бивня, а США. В этом плане вызывает особое недоумение то, что ведь Трамп принял страну с высочайшим авторитетом, на которой работали поколения его предшественников, а часто этот авторитет доставался ценой жизни и крови, причем тысяч граждан США. А он умудрился это слить, усиленно орудуя рычагом слива воды в унитазе. И ведь это случилось не только в ходе позорных переговоров с тем же Путиным или Ином, но и в результате непоследовательной и явно вялой реакции на то, что пропускать просто нельзя. Так совершенно безответными остались действия Ирана, когда они сбили американский беспилотник ценой в четверть миллиарда долларов, как три новейших F-35, или безнаказанно обстреливают американские военные базы и конвои. Если ты уже обостряешь отношения, то будь готов поднимать ставки так, чтобы противник был вынужден выйти из игры. А если ты на это не способен, не лезь в контра и не ломай того, что дает какой-то баланс. Но это не про Трампа. Он именно ломает все, что ему оставили предшественники, а когда выясняется, что такой ход пьесы требует очень твердых тестикул, как у того же Буша, то сразу выясняется, что таковых у Чубчика нет. Как только ему дают затрещину по лысине, он тут же теряет интерес к теме и делает вид, что это не он все развалил. Он сам это может объяснять как угодно и может черпать свой позор чем угодно, только вот с ним ассоциируется страна, и он бросает ее авторитет в грязь. Но самые большие разрушения он произвел внутри США. В самом деле страна является удивительным сплавом разных рас, народов, языков, религий и традиций. Все предшественники Трампа, не сговариваясь и не артикулируя этого, работали над тем, чтобы укреплять единство нации, тот самый знаменитый плавильный котел. Одной из главных задач при этом было вычисление линий напряжения или разломов и создание условий для их ликвидации. Что-то было более удачным, а что-то не очень, однако цель была неизменной. И вот Трамп стал первым президентом США, который решился делать прямо противоположное. Достоверно известно о том, что первую часть этих мероприятий он исполнял так, как и его предшественники, то есть фиксировал разделительные линии, которые имеются в любом обществе, а в американском тем более. Причем этим у него занимались специальные люди, которые успешно находили то, что нужно. Только вторую часть мероприятия Трамп выполнял в обратном направлении. Он усиливал противоречия, максимально противопоставляя различные части населения. Он продемонстрировал немыслимую для США тактику «разделяй и властвуй». И, как всегда, за своей спиной он оставляет руины. Причем эти руины смердят сверх всякой меры, но это его никогда не волновало. Он всегда жертвовал всем, что не входит в круг его персональных интересов. Даже своих сторонников он легко усаживал в тюрьму с удивительной регулярностью. Его теперь легко можно назвать «черной вдовой политики». Еще никто не пробовал подсчитать, сколько людей из-за него село в тюрьму. Но уже очевидно, что по вчерашним событиям на нарах окажется очередная партия его сторонников. Плюс четыре трупа людей, отдавших жизнь за трамповские ужимки. Ну и раз уже речь зашла о трупах, то Трамп оставляет за собой крупнейшую эпидемиологическую катастрофу в мире. Пока развивались все эти события, Штаты проходили отметку в 370 тысяч погибших. И это в большой степени вина Трампа. Он призывал своих сторонников забить на эту проблему и не осквернять свои лица масками. Как было видно по видео вчерашнего штурма Капитолия, его сторонники четко выполняют заветы вождя. Чубчик понял, что ничего толкового сделать с этим не может и сделал ровно то, что делал всегда. Отбросил проблему как таковую и перестал ею интересоваться. Единственное, что в этом было положительное, так это прекратившийся поток его невежественных антинаучных измышлений и комментариев на эту тему. Не будь это президент великой страны, то такие речи можно было бы списать на поток мыслей городского сумасшедшего. Но, к сожалению, все идет к тому, что к моменту выхода Трампа из Белого дома, число жертв ковид перевалит за 400 тысяч и станет сопоставимым с потерями США во Второй мировой войне. Ну и к выходу из Белого дома Трамп уже успел кинуть своих сторонников, штурмовавших Капитолий, назвав их левацкими экстремистами, которые разыграли комедию, прикрывшись протрамповской символикой. Правда, он не уточнил, какова тогда была их цель, поскольку еще до начала голосования было понятно, что Байдена утвердят президентом и для другого исхода банально нет голосов. Но теперь эта альтернативно одаренная публика знает, что их вождь не просто отказался от них, но еще и заклеймил, как провокаторов от демократов. Думаю, это для них будет неприятным сюрпризом, но пусть порадуются хотя бы тому, что на кичу не поехали, как 52 арестанта. Но Трамп лжет, как делал все эти четыре года. Ночью стало известно о том, что Трамп запретил впускать в Белый дом главу администрации вице-президента Майка Пэнса, который перед этим письменно подтвердил свою верность Конституции и заверил в том, что он не нарушит ни духа, ни буквы закона. Проще говоря, Пэнс официально и письменно отказался от планов мятежа, с которыми носился Трамп. Ложь является основным определением Трампа и он войдет в историю, как самый большой лжец из тех, кто были хозяевами овального кабинета. Сегодня Трамп через своих сторонников заявил о том, что 20 января уйдет из Белого дома, как это и положено. Мало того, из этого заявления следует, что он всегда об этом говорил, хоть не признавал и не признает результатов выборов, которые у него украли. Как обычно, фраер сдает назад и делает удивленный вид самой постановки вопроса о том, что он будет делать в этот день. Даже в этом он остался целостной фигурой, лжецом и сказочным интриганом. Ну а все это стало возможным благодаря голосованию Конгресса. Просто напомним некоторые основные процедурные моменты. Изначально ожидалось, что республиканцы оспорят сертификаты выборщиков примерно по пяти штатам. Но в итоге были заявлены всего два возражения по Аризоне и Пенсильвании. Согласно данным издания Конгресса США «Хилл», в обоих случаях был продемонстрирован одинаковый результат. Возражения были отклонены со счетом Сенат 92.7, представителей 282.138. Таким образом, при необходимых для утверждения 270 голосов выборщиков, Джо Байден и Камала Харрис получили 306 голосов, а за Трампа проголосовало 232 выборщика, и это окончательный результат, который уже никак нельзя оспорить. Здесь важно отметить следующий момент. Вчера, еще перед началом процедуры, республиканцы анонсировали подачу до пяти возражений по пяти штатам. Но в итоге необходимые две подписи конгрессменов обеих палат были собраны только под двумя возражениями. Причем первое из них по Аризоне было подано еще до беспорядков, и потому его можно назвать плановым, а второе возражение оказалось последним. Кроме того, и в нижней, и в верхней палатах голосов за поддержку возражений от республиканцев заметно уменьшилось. Так еще позавчера было известно о том, что как минимум 13 сенаторов готовы проголосовать за возражения, и были намеки на то, что список еще не закрыт. В итоге за возражения проголосовало всего семеро сенаторов. Все это говорит о том, что часть конгрессменов увидела то, что стоит за политикой Трампа, и решила, что это слишком. Так республиканец Майк Браун от Индианы коротко охарактеризовал изменение своей позиции. Что бы мы ни говорили раньше, но того, что здесь произошло, оказалось достаточно для изменения позиции. Но, наверное, самым знаковым был комментарий сенатора-республиканца от штата Джорджия, которая позавчера проиграла выборы. Когда я прибыла в Вашингтон сегодня утром, я имела решительные намерения возражать против удостоверения голосов избирателей. Однако произошедшие сегодня события заставили меня пересмотреть свои взгляды, и я не могу теперь с чистой совестью возражать. Кстати, за этими бурными событиями результаты выборов двух сенаторов от Джорджии оказались в тени. А там и второй сенаторский мандат выиграли демократы. Окончательный подсчет голосов еще не завершен, но оставшиеся доли процента уже не могут повлиять на результат, и победители названы. Выглядит это вот таким образом. И теперь можно с уверенностью говорить о том, что Трамп проиграл выборы, суды, Палату представителей и Сенат. Он проиграл все. Сегодня он стал эталонным лузером, и когда схлынет волна страстей, кто-то спокойно разложит достижения этого деятеля и с ужасом задаст себе вопрос о том, как за это можно было голосовать в принципе, а тем более как за это можно было положить 4 трупа у Капитолия. Это хороший вопрос. Кстати, он актуален и для Украины. А пока профильные комитеты Нижней Палаты рассматривают вопросы привлечения Трампа к ответственности за его деяния, имеющие признаки преступлений. Например, Зои Локфрен, представитель от Калифорнии, заявила, что готовит предложения для представления их в обе палаты Конгресса, в которых изложены варианты реагирования на беззаконие со стороны Трампа. Но уже сейчас имеется твердое двухпартийное согласие о том, чтобы привлечь к ответственности всех, кто принимал участие в захвате Капитолия. Благо дело камер наблюдения там больше, чем где бы то ни было, и установить личности вандалов будет просто. Неизбежные судебные процессы, которые начнутся очень скоро, покажут, что это были за левые экстремисты, переодевшиеся в трампофилов и пытавшиеся очернить имя вождя и учителя деда Донни. Ну а сам дедушка уже высказался по поводу произошедшего. Цитата его заявления мы подведем черту под итогами этой эпопеи, оставив ее без комментариев. Единственное, замечу, если Трамп сейчас косит под дурачка, то это делается не так. Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают это, тем не менее 20 января произойдет упорядоченный переход. Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы подсчитывались только законные голоса. Хотя это конец величайшего первого срока в президентской истории. Это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой. Америку снова великой.